Друзья, всем привет! Вы снова на канале Сальвадор. Меня зовут Михаил, и мы сегодня с вами продолжаем уроки по фотографии. Сегодня мы будем разбираться с такими понятиями, как диафрагма, выдержка и светочувствительность. Эти три основные параметра, которые использует фотограф, точнее, управляя которыми фотограф, может получить фотографии абсолютно разного характера. Очень важно разобраться именно с этими параметрами, потому что они основополагающие. Я встречал многих фотографов, которые не знают, что такое диафрагма или выдержка, продолжают снимать, не понимая, что у них происходит. Потому что, если не фотограф управляет этими параметрами, то ими управляет фотоаппарат на автоматических каких-то настройках, и, соответственно, у вас получаются фотографии с непредсказуемым результатом. То они могут быть темными, то они могут быть светлыми, то они могут быть смазанными или еще какими-то. Вот эти три параметра отвечают именно за это, и мы сегодня с вами постараемся с этим всем разобраться. Итак, первый параметр, с которым мы будем с вами знакомиться, это выдержка. На мой взгляд, это самый простой и понятный параметр из этих всех трех. Выдержка это просто время, в течение которого у нас свет попадает на матрицу. Выдержка это время. Все очень просто, да? Если вы смотрели мой первый видеоурок, вы знаете, что свет у нас попадает на матрицу, свет умешает затвор. Да, затвор это такие шторки, они вертикальные. И затвор состоит механически из двух шторок. Первая шторка и вторая. Шторка одна опускается вниз, пропуская свет к матрице, и потом вторая шторка опускается, закрывая затвор. Вот эти две шторки. Выдержка измеряется в секундах. В фотографии существует определенная запись, да, чтобы вы понимали, когда речь идет о выдержке и как ее выставлять потом будем на ваших фотоаппаратах, вы будете учиться смотреть, я вам буду подсказывать. Конечно, камеры все разные. У кого-то такой фотоаппарат, у кого-то другой. Я как-нибудь сниму видео, ну, свое мнение выскажу о том, какую камеру интересно покупать, какую не стоит, может быть, потом. Но сейчас важно понять, что вот эти параметры выдержки, диафрагмы и светочувствительности, они как бы стандартизированы. В разных камерах разных производителей они устанавливаются одинаково. И записываются они тоже одинаково. И вот мы сейчас с вами разберемся, как же записывается выдержка. Выдержка у нас измеряется в секундах. Если речь идет о целых секундах, ну, например, 2 секунды, 5 секунд, то рядом с цифрой вы увидите апостроф. Такие две черточки. Вот если рядом с цифрой стоят две черточки, это означает, что это 5 секунд, например, или 3 секунды. То есть тройка с двумя вот этими черточками, это 3 секунды. Если этих апострофов нет, то эта цифра обозначает немножко другое. В мире фотографий целые секунды для выдержки используются очень редко. Очень редко. Только в определенных типах съемки специфических. Чаще всего в поседневной жизни фотограф используют другие выдержки. Они называются, ну, более короткими. Сейчас мы вот с вами о них поговорим. Вот мы берем... За основу была взята целая секунда, ну, то есть единичка, одна секунда. И вот мы берем и эту единичку делим пополам. 1 разделить на 2. Вот это выдержка, так называемая, полсекунды. Видите, у нас вначале стоит единичка без апострофов. Если стоит единичка разделить, подразумевается, что это именно целая секунда, которую мы делим, например, на 2. Или можем эту секунду разделить аж на 10. И вот в течение 1 десятой только секунды у нас затвор откроется и закроется. Это очень быстрое время, очень короткое время, да? Это время 1 десятая секунды короче, чем 1 секунда, да? На целых 10 вот этих вот частей, да? Мы 1 секунду берем, делим ее на 10 частей. Только в течение одной из этих 10 времени у нас затвор открывается и закрывается. Так вот, выдержки бывают короткие и бывают длинные. Я думаю, из названия уже понятно, что длинная выдержка, ну, опять же, можно сказать, выдержка длинная или короткая только по отношению либо к самой выдержке, то есть ее нужно с чем-то сравнить, да? Например, выдержка 1 секунда и выдержка, например, 1 десятая секунды. Они разные. Если их сравнить, то выдержка 1 десятая секунды будет короткая, а выдержка 1 секунда будет длинная. Но если же мы эту длинную выдержку в 1 секунду, которая у нас длинная, возьмем и будем сравнивать с выдержкой в 5 секунд, то уже 1 секунда станет короче, чем выдержка в 5 секунд. Ну, я думаю, здесь понятно сама ситуация. Так вот, в мире фотографий чаще всего используются выдержки очень короткие. Не 1 десятая секунды и даже не 1 тридцатая секунды, а часто эти выдержки 1 двухсотая секунды, 1 тысячная секунды. Представляете, мы берем секунду и делим не на 10 кусочков, а на тысячу. И в течение вот этого 1 тысячной секунды у нас затвор открывается и закрывается. Это просто невероятно короткое время. На что же, собственно, влияет эта выдержка? Зачем мы ставим 1 десятую или 1 сотую секунды? На что она влияет? Выдержка отвечает за один очень важный параметр. За характер движения в кадре. То есть, за то, каким получится движение в вашей фотографии. Это движение будет смазанное или это движение будет застывшее такое, замороженное. Ну, например, вы фотографируете бегущего человека или там бегущего собаку. Если выдержка длинная, то собака ваша или человек, они такие как бы размоются, размажутся. Фотографии будут нечеткие. А если выдержка короткая, то собака ваша будет такая как бы застывшая, человек тоже будет застывший. Вот выдержка влияет именно на характер движения. Если объект неподвижен, то там не играет никакой роли, на какую выдержку вы будете выбирать. Объект у вас неподвижен. Важно запомнить, что для того, чтобы у вас в кадре было движение размытое, вы должны использовать длинную выдержку. А для того, чтобы у вас движение в кадре было застывшее, вы должны использовать короткую выдержку. И теперь стоит вот о чем сказать. Длинная выдержка или короткая, мы можем сказать только то, либо сравнив эти выдержки, как уже было в примере выше. Но чаще всего мы будем понимать, длинная выдержка или короткая, только соотнеся ее со скоростью движения объекта. Что это значит? А значит, это вот что. Предположим, мы берем какую-нибудь условную выдержку, какую-нибудь там небольшую, 1,6 секунды, стандартная себе выдержка. И вы фотографируете, ну, идущего человека по улице. Вот человек мимо вас идет, у вас выдержка стоит 1,6 секунды, нажимаете на кнопку, и все отлично. Ваш человек в кадре застывший такой. А вы хотите добиться именно этого эффекта, застывшего такого движения. Вы берете эту выдержку, 1,6, и фотографируете проезжающий мимо автомобиль. Проезжающий автомобиль движется со скоростью значительно более высокой, чем идущий человек. И вот этой выдержки 1,6 не хватает для того, чтобы движение машины застыло, замерзло. Ваша машина в кадре может получиться смазана немножко. И для автомобиля ваша выдержка 1,6 получается длинная. А для человека, идущего по улице, эта же выдержка короткая. Понимаете? Мы можем выдержку сказать, длинная она или короткая, только в отношении движения какого-то объекта. То есть у нас эта выдержка для этого объекта длинная или короткая. Мы можем сказать, только сделав какую-то там фотографию и уже посмотрев там на результат, например, да, вы увидите, что да, для того, чтобы там снимать автомобиль, нужна выдержка более короткая. То есть не 1,6, не секунду разделить на 60, а, скажем, секунду разделить уже на 300 или на 500. Ну, это тоже зависит от скорости автомобиля. Потому что, например, на выдержке 1,300 вы можете сфотографировать машину в городе, но Формула-1 на 1,300, например, 1,300 секунду у вас не получится заморозить, потому что там скорость выше. Ну, теперь, я думаю, мы поняли, что такое с вами выдержка. Выдержка – это время, в течение которого свет попадает на матрицу, и именно от выдержки зависит, получилось ли у вас там четкая такая замерзшая фотография или она какая-то смазанная. Именно от выдержки это зависит, она отвечает за этот параметр. Ну, а мы с вами двигаемся дальше, и сейчас будем разбираться с тем, что такое диафрагма. Итак, что же такое диафрагма? Диафрагма – это механические лепестки, которые расположены внутри объектива. Они умеют закрываться и открываться. Таким образом, при помощи диафрагмы мы регулируем количество света, который проходит у нас через объектив. Да, диафрагма – это как кран водопроводный, на трубе установленный. Вот сквозь трубе течет у нас поток воды, и мы можем с помощью крана этот поток регулировать. Мы можем его сделать меньше, если мы хотим, или больше. Вот диафрагма делает то же самое. Итак, диафрагма у нас регулирует количество света, которое попадает на матрицу, и от диафрагмы тоже кое-что зависит на нашей фотографии. Это фон. От диафрагмы будет зависеть, у вас на фотографии будет фон получаться четким и резким, либо этот фон будет размытый. За это отвечает диафрагма. Выдержка у нас отвечает за движение, а диафрагма отвечает за фон. Диафрагма измеряется в так называемых диафрагменных числах. Давайте просто запомним, что чем диафрагминное это число меньше, тем диафрагма у нас более открытая. И чем это число больше, тем диафрагма у нас более закрытая получается. Так вот, от диафрагмы зависит у нас фон на фотографии. Чем больше диафрагма у нас закрывается, тем фон у нас получается более четким и резким. Чем диафрагма у нас больше открывается, тем у нас фон за нашим объектом получается более таким размытым. Ну, в портретной фотографии в разных жанрах, конечно, свои какие-то специфики, свои особенности. В портретной фотографии очень часто используется размытый фон, а в пейзажной, например, фотографии все, что у нас есть в кадре, у нас должно быть резким и четким. Ну и, соответственно, такие же и требования, да, что в пейзажной фотографии мы диафрагму должны больше закрывать, в портретной, например, больше открывать. Разные ситуации есть, я так вот просто усредненно говорю. Есть некая связь диафрагмы с выдержкой, потому что эти, ну, две, как бы, два параметра, они заняты тем, что регулирует количество света, которое у нас, в принципе, попадает на матрицу. Вот количество света, которое попадает на матрицу, у нас по-правильному называется экспозицией. Экспозиция – это количество света, которое попало у нас на матрицу. Экспозиция бывает правильная и неправильная. Соответственно, если у нас света слишком много, то у нас получается такой пересвеченный, светлый слишком кадр. А если света мало, то у нас получается такая темная фотография, такая недосвеченная. Это значит, ну, недоэкспонированная фотография. У нас есть переэкспонированная фотография, когда света очень много, и недоэкспонированная фотография, когда света очень мало. Так вот, первостепенная задача фотографа – научиться получать столько света, сколько нужно, чтобы именно нужное количество света у нас попадало на матрицу. И вот существует такая взаимосвязь между диафрагмой и выдержкой. Смотрите, есть очень хороший пример – стакан воды и кран. Наша задача с вами – наполнить стакан воды до края, чтобы у нас вода не перелилась из этого стакана, не вылилась, и чтобы стакан у нас был полностью наполнен, а не был наполнен, там где-то на донышке немножечко водички у нас есть, и все, да, чтобы такого тоже не происходило. Вот давайте представим, что свет в нашей фотографии – это вот как раз вода, и мы этой водой пытаемся наполнить наш стакан или нашу матрицу. Так вот, от чего зависит то, как будет наполнен этот стакан? От двух параметров – это от напора воды в кране, и второе – это время, в течение которого мы этот стакан будем, собственно, наполнять. Так вот, напор воды – это диафрагма в объективе, а время – это наша выдержка. Все очень просто. Вот смотрите, важно понимать, что один и тот же стакан мы можем наполнить, используя разные параметры. Например, мы берем стакан и наливаем его очень таким небольшой струйкой тоненькой в течение, скажем, двух секунд. У нас этот стаканчик у нас будет наполняться в течение двух секунд нашей водой, и мы потом кран закроем. Этот же стакан мы можем наполнить, ну, скажем, не за две секунды, а за одну десятую секунды. Мы можем открыть кран побольше, напор у нас будет побольше. Соответственно, у нас этот же стакан наполнится просто быстрее, потому что напор у нас был больше. Видите, стакан у нас одинаковый, света у нас на матрицу попала одинаково, но мы использовали разные параметры. И, соответственно, наши фотографии получатся разными. В одном случае это была более длинная выдержка, и если было какое-то движение в кадре, оно, скорее всего, ну, такое размылось и стало нечетким. В другом случае выдержка более короткая, стакан-то наполнен одинаково, света внутрь фотоаппарата попала одинаково, но у нас получился абсолютно разный результат. Этот результат зависит от того, что вы, собственно, хотите. Как вы хотите передать характер движения, там, такое или такое? Какой фон у вас нужен? Потому что, регулируя вот этот вот кран, мы регулируем не только, ну, струйку вот эту, мы будем регулировать еще фон у нас, какой получится, четкий или нет. И вот тут у нас возникает взаимосвязь диафрагмы с выдержкой. Смотрите. Чем больше у нас закрыта диафрагма, то есть, чем больше она закрыта, чем больше наш кран закрыт, тем, получается, у нас увеличивается время наполнения нашего стакана или нашей матрицы. Это взаимосвязь диафрагмы с выдержкой. То есть, открывая наш кран или открывая диафрагму, мы позволяем свету, большему количеству света, попадать на матрицу, и тем самым мы сокращаем время. Понятно, что напор, когда большой, из крана, то стакан наполнится быстрее. А когда напор слабенький, то стакан будет наполняться дольше. Это и есть взаимосвязь диафрагмы с выдержкой. Это очень важно понимать, как одно зависит от другого. Вот мы поговорили с вами об этих двух параметрах. Это основные параметры фотографии. Но у нас остался еще третий параметр, который называется светочувствительность. И сейчас мы перейдем к нему. Итак, что же такое светочувствительность? Или, как ее еще называют, ISO, кто-то называет ISO. Я думаю, это не так принципиально. Главное, чтобы все понимали, о чем идет речь. Светочувствительность, на мой взгляд, это самый абстрактный из этих трех параметров. И он непонятный, потому что в примере, например, стакан и кран ISO это размер стакана. Сейчас я попытаюсь объяснить, зачем этот параметр в принципе нужен, как его использовать. Я сейчас очень упрощу, просто для того, чтобы было легче понять, о чем идет речь. Это, конечно, все не так в реальности. Я запишу когда-нибудь видео про матрицы, и там я уже более подробно коснусь этой темы. А сейчас давайте вот что представим. Представим, что вы фотографируете в темном каком-нибудь помещении. Вы максимально открыли диафрагму. У вас она открыта вот до предела. Но света вокруг все равно недостаточно. И ваша выдержка получается длинная. У вас слабенькая струйка из крана течет, потому что нет проблемы там на водяной станции. Она не дает напора в вашу трубу. И вы максимально кран открыли, а из него там капает по капельке. То есть даже с максимально открытой диафрагмой у вас все равно длинная выдержка. Что же делать? Так вот этот параметр светочувствительности, он заставляет камеру, ну как бы, лучше улавливать или впитывать свет весь, который есть. Он выхватывает свет из пространства. Это, конечно, все не так, но для простоты. И улавливает свет лучше, позволяя тем самым сократить выдержку. Светочувствительность вообще нужна. Этот параметр, он вынужденный. Если диафрагма и выдержка, они такие прям прямые фотографические такие вещи, то светочувствительность – это вынужденная мера фотографа. Почему вынужденная? По простым вещам. Когда вы повышаете светочувствительность, то есть вы делаете матрицу более чувствительной к свету, вы тем самым ухудшаете качество фотографии, которое у вас получается в итоге. Ну вы, наверное, видели такие все кадры, когда в кадрах у вас какие-то зерна появляются. Это называется шум фотографии. Так вот, чем выше светочувствительность, тем больше этого шума у вас будет в кадре присутствовать. Зачем же тогда повышать эту светочувствительность? Как раз только для одной вещи. Для того, чтобы сократить выдержку. Например, вы снимаете вот в этом темном театре и делаете фотографию, а у вас движения танцора на сцене, они размазываются, смазываются, и у вас ничего не видно, просто размазня какая-то получается. Что делать? Свет вы прибавить не можете, диафрагму вы максимально открыли, а выдержка получается все равно длинная. Что делать? Тогда вы можете повысить светочувствительность для того, чтобы сократить вашу выдержку. Вот. Но тем самым вы ухудшаете качество фотографии, поэтому это всегда будет некий баланс такой между качеством фотографии и вашей короткой выдержкой. Рекомендуется всегда снимать, конечно, на максимально низкой светочувствительности, для того, чтобы просто получать качественную картинку. Ну, вообще, фотографии. Я вам потом покажу, как я фотографирую, и расскажу о том, как я, какие методы использую. В следующем видео я уже покажу вам, как управлять непосредственно этими параметрами, то есть, что нужно включать на камере, как они связаны между собой, и какой результат уже во время съемки непосредственно и получается. Ну, а сегодня было вот такое теоретическое видео. Если было что-то непонятно, я вам советую написать мне в комментариях под видео, я попытаюсь вам объяснить, или пересмотреть видео еще раз, тот момент, который был непонятен. И, пожалуйста, разберитесь с тем, что такое выдержка, диафрагма и светочувствительность, и поймите, как они связаны между собой, тогда у вас будут получаться классные фотографии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Михаил. Всем до встречи. Пока.